Всем привет, друзья! С вами Харди, и мы продолжаем. Это ДОС. Гаунд о зомби сувайвол. Проект Разлом не оставил равнодушным ни одного дозовца. Да, это жесть, друзья. Это полнейшая жесть. Там нагибают, там нагибают со страшной силой. Это просто дичь. Проблема не в том, чтобы убить теневого игрока, а в том, чтобы убить их всех. Их там, мать мучая, их там очень много. Да беспредела прям ненормально много. Что еще есть с проектом Разлом у нас в данный момент? Еще такая вещь, лотерея, да? Ну, я сразу тебе просто порекомендую. Раз в этот отчет, короче, два дня, да, грубо говоря, ты можешь бесплатно один раскрутануть. Мнение, что там ничего ты не вытащишь, это все фигня. Я вытащил вот эти вот, к примеру, 20 дротиков-блокаторов сразу за первую фри прокрутку, да? Вторым, значит, за чуть-чуть жетончиков, за десяточку, я вытащил пояс ликвидатора. То есть можно, можно. Но, конечно, шанс на вот эти вот стволы очень маленький. Есть АЗС. Блин, два билета. Друзья, оставляйте свои комментарии. Сколько вам дали? Мне дали два билета. Два раза уже я зафармил два билета. Это вообще, что такое? Это очень мало. Ну, маленькое количество, ну, реально, беспредел. Самый простой вариант, это поддержать разработчиков и себя любимого, порадовать, да? И взять билетики здесь. Ну, соткой не обойдется. Не обойдется соткой, штуки три надо. Штуки три, соточки надо, да? И тогда у тебя все шансы взять вэпон. Почему я говорю именно про вэпон? Потому что будет оружие, ты зачистишь тюневую зону. Но! Сфокусируйся, мужчина. Сфокусируйтесь только на главной цели. Не надо бомбить всю зону, блин. Придут три негодяя в фулл обвесе. Вот таких три молодца! И вынесут нафиг тебя просто ногами вперед. Я их нагибал один раз, да? Ну, это, ну, это жестко, это жестко. Нет, нет, их не надо дожидаться. Они как-то приходят спустя время, короче. Ты бомбишь, бомбишь. И они такие, типа, о, чё, крутой, да? Ну, давай мы придем сейчас бомбанем. Как вообще победить в турнире? И зачем в нем побеждать? Самый главный вопрос. Ну, во-первых, тут расходники, да? Без них в темную зону не иди. Без Феникса не иди. Вообще жесть, понимаешь? То есть, нечего там делать. Это невыгодно, это бред. Ну, и интересует нас, к сожалению, увы, ах. Блин, нам нужно вот это место с тобой. Вот это место нужно. Вот это тоже хорошо, да? Второе место. Третье место плохо. Плохо третье место. Почему? Ну, как бы нормально, да? Ну, плохо. Потому что нету здесь оружки. Самое главное иметь оружку. Хотя бы один ствол. Где отчетче зарабатывать? За заправку я примерно от 300 до 400 поднял. Или 500. Короче, дофига, бро. Дофига. Просто как и раньше были турниры. Бомби все подряд, да? И будет тебе первое место в турнире. Серьезно, блин. Нормально ты займешь первое место. Ааа, сколько отчетчей дают? Давай посмотрим. Вообще дают 6 отчетчей за боссов там, да? Шикарно, к примеру, на заправке. Бам! 9 отчетчей. Неплохо, неплохо. 5 на 9. 45. За одного теневого бойца дают полтинчик. Но! Ты убьешь 5 вот этих туш легко. А теневого бомжа ты, блин, можешь и не убить, и остаться в этой темной зоне. В общем, друзья, не знаю, чего-чего жаловаться, но это хардкор. Хотели посложней? Вот есть посложней. В общем, спокойно играем, да? И десятка твоя будет. Без захода сюда. Ну, а если ты осмелился сюда пойти? Красавчик, молодец. Первое. Покупаем расходники. Второе. Без феникса не суемся. Третье. На предельном левеле, конечно, имеем топ-эквип, да? Вот у меня топ-эквип. Броню я не одел. Потом. Где брать фениксы? Если у тебя нет голды, тебе не обязательно брать их вот здесь. Это, конечно, беспредел, да? Без вот этих расходников... Блин, нагиб будет вообще серьезный. Прям вот серьезный будет нагиб без расходников. Нам уже как бы показывают вот этой фишкой. Самый главный вообще чит вот этих магазинов, то, что ты можешь видеть. А что вообще мне надо, чтобы тут побеждать? Блокатор хила, естественно. Кидаешь, и он блокирует, и это готово, да? Это ехидный нагибать. Ехидный нагибать. Ну, и в игроков тоже можно неслабо так зашвырять. Самый главный ящик все-таки вот этот, бро. Вот эта вся шляпа нужна. Просто вот, просто кидай на себя все это вно и бомби, да? Ну, и время, 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 да? Пояс, шикарный пояс. Он тоже нужен, блин, по-хорошему. Его даже здесь можно взять. Когда бомбишь теневую зону, тебе пояса падают. Меня совсем недавно слили, буквально, блинчики. Блинчики, как обидно! Я прям плакать хочу. Я, понимаешь, я бомблю, бомблю и думаю, так, надо уходить, надо уходить, надо уходить. У меня броня постачилась, все постачилось. И я такой, я жадный, понимаешь? Я жадный, я еще, еще, блинчики, еще! И на меня прибегает пять пацанов. Пять! Я насчитал быстро. Раз, два, три, четыре, пять! Пять пацанов! Они меня стерли очень быстро. Дело не в том, что моя броня не выдерживает. Я бомблю расходники нормалды, да? Дело в том, что просто это большое количество негодяйских отродий, блин. Все эти расходники, которые я тебе показываю, ты можешь здесь взять в магазине за голду. Ну вот, у меня осталось дротиков-блокаторов из тех, что я, значит, в лотерейке выиграл за фриспин. Так, так, так. Соответственно, швырялку мы не ставим сюда. Швырялку мы выставляем потом. Молот нам надо. Похилуброва. Я тебе посоветовал, да? Бери фениксы. Бери все апкасты, какие только возможны. Вот апкаст. Вот апкаст. Это у нас был с СССР, да? Ивент Триад. Все это бомбические апкасты, которые помогут тебе вообще нагибать просто. Иди в портал, я оправлю тебе задания на КПК. У нас два задания есть. Спасти пилота и уничтожить штуку-дрюку. Пилота спасти вроде как полегче. Чем дольше ты в этой гребаной аномальной зоне, соответственно, да, тем круче у тебя вообще все фантастичнее будет. Там много ящиков. За ящики ты бомбишь все подряд, да? И поиск ликвидатора, и расходники, и для крафта дробовичка. Можно дробовик скрафтить, да? Вот. Нас интересует вообще максимум, сколько мы сможем выжать с тобой. Вся темная зона поделена на зоны, бро. Чик, красиво, да? Темное излучение. Уровень защиты одежды ниже на полтинчик. Беспредел и безобразие, согласен с тобой. Так, так, так. Ну что, давай для начала глянем, кто победил. Друзья, то, что 8 человек вот эти получают, кому сейчас вопрет. Блин, этого хватит зачистить минимум 3 раза выполнить задание. Это даст вам первое место. А первое место вам даст еще больше всего. И вы будете бесконечно на коне, блин. На коне будете бесконечно. Главное правильно этим, значит, распорядиться. Давай смотрим, кто победил. Если вы ошиблись с вашим ИД, друзья, администрация не несет ответственности. То есть я. Да. Награда выдана не будет. Вот и все. Не ошибайтесь с вашим ИД. Елена Абрамова. Больше всего понравилось новое снаряжение и дизайн локации. А я Елена поздравляю. Это победитель у нас номер 1. Поехали дальше. Участвую. Понравилось всего ЦАП и Пилот. Нунг, просто Нунг. Ты победил. Поздравляю. Ждите награду. Игорь Гришанов. Харди, привет. Постоянно смотрю твои видосы. Прикольно. Ты молодца. В обновлении, конечно, понравилось пушке. Вот решил первый раз поучаствовать в рок за Грише. Первый раз и сразу в точку. Игорян, я тебя поздравляю. Победитель номер 3. Дэдпинг. Не стоит удалить игру. Просто не стоит участвовать в таких плозьих ивентах. Просто надо подождать. Дэдпинг. Я не знаю, почему ты не оставил свой ID. Ты бы победил. Да. Семен Трубинов. Мой ИД. Больше всего понравилось тени бродяжников. Блиночки. Тени бродяжников настолько жесткие. А еще, друзья, я нашел такую вещь, что я уже сам понял. Спустя время приходят 3 бродяжника в полном обвесе теневом. К этому моменту надо покинуть эту гребаную зону. Как я понял. Ну реально, они очень жесткие, ребята. Они очень жесткие. Вообще. Да безобразие. С ними биться это просто дичь. С ними в теневом шмоте биться дичь. А в обычном так вообще молчу. И Серафим Ярков. Ярков. Сорян, если фамилию неправильно прочитал. Понравилась броня ликвидатора. Пятый раз хочу выиграть. И вот ты выиграл, Серафим. Я тебя поздравляю. Друзья, самое главное, не ошибайтесь с вашими ID. Крутим. И у нас еще 3 победителя. Рома Украин. Дэдпинг. Прикол в том, что эта игра идет через ивенты. И фармить локи смысла нет. Ну как это, нету. Фармить локи обязательно надо. Металл, дерево, где ты его возьмешь-то. К примеру, да. А скиллы, друзья. Все забыли про скиллы. Если скиллы прокачаны, темную зону проходить намного легче, чем без скиллов. Рома, ты мог выиграть. Увы, ты не оставил ни ID, ни коммент. Крутим дальше. Еще 3 победителя. Понравился только рюкзак. Вот так вот. Илья Ситниченко. Ситниченко. В общем, я фамилию вообще не должен читать, чтобы не ошибиться. Илья, я тебя поздравляю. Надеюсь, твой ID правильный. Потому что обычно копируют ID по-другому. И я в ролике показал, как копировать ID легче всего. А это видно. Это рукописный. То есть от руки. Будем надеяться, что ты не ошибся. И Мексикана Вольф. В темной зоне больше всего понравилась возможность получить интересные расходники. Типа анти-отхильных дротиков, которые будут очень кстати в будущих ПВП зарубах. А Мексикана Вольф, я тебя поздравляю. Ты победитель номер 7. И у нас последний победитель. То же самое. P14 Shift. Стейлвар. Я тебя поздравляю. Ты у нас последний победитель. В обновлении понравились крутые пушки. Лотерея и сама темная зона. Фиолетовый с черным. Это красиво. Я с тобой согласен. Черный с желтым. Тоже ништяк. Сдох в темной зоне. Разгрузка не вовремя сломалась. Я так тоже падал уже. Топорик не смог кинуть. Ехидно убило. Потерял кучу шмот. Расстроился. Я надеюсь скрасится твое расстройство тем, что ты победил. Друзья, еще раз поздравляю всех победителей. Читайте внимательно условия конкурсов. Но самое главное. Самое главное. Конечно же. Не ошибайтесь с вашим юзер и дэ. Уже были неоднократно случаи, когда ошибались. Кому-то получилось спустя неделю-две переслать награду. А кому-то не получилось. Просто не ошибайте. В предупреждении я написал, что администрация, то бестья, не несет ответственности за ошибку в прописании вашего ИД. И награда может быть вам не выслана. Ну и конечно присоединяйся к каналу. Подписывайся. Видосы выходят каждый день. Ставь колокольчик, чтобы не пропускать. Мы постоянно играем в ДОС и проводим конкурсы. Удачи в следующих конкурсах. Поздравляю еще раз победителей. Никогда не знаешь, где окажется после портала клешни. Так, ну что, поехали, бро. Поехали. Я не бомблю их по четыре. Их можно бомбить по четыре штуки. Я бомблю лишь по-по-по. Лишь по две. Можно и по одной. Вот эти штуки. Это просто крутякский тоже аббаб. Смотри. Действовать надо резво. Действовать надо шустро. И постоянно держим вот такой прикол, да. Вот такой прикол. Конечно, на этих бомжей тратить теневое оружие не стоит. Но всегда держим горячку, чтобы мы могли резко с тобой перерубиться. Да. С них ничего хорошего. Да, да. У нас скорость бега порезанная. Думаю, все это знают. Очень часто, когда идет капкан, появляются бомжи. Очень часто. Но я тебе советую к выходу разблокируй своим телом, телищем, все эти гребаные капканы. Потому что, ну это потому что. Я тебе показываю одно из самых крутых оружий вообще для теневой темы. Заметь. Я дротик сразу не использовал, закосячил. Теперь уже поздняк метаться. Если дротик юзаешь, то юзай сразу. В начале батла. Вот. Ты понял, да, я сейчас как иду? Я иду сейчас отвратительно. Ближний бойный парень. Я иду сейчас отвратительно в каком плане? Блиночки, давай, друг, давай. Короче, шевелиться надо. Шевели вообще булками и все будет хорошо. Так, турелечка. Есть у нас и от турелечки бафы, да? Сейчас, если я не ошибаюсь, вот он. До четырех эффектов может стакаться. В общем, у нас вся тема поделена на зоны, да? Здесь все поделено на гребанные зоны. Вот эти вот штуки сиренево-обрулевые, потому что они это. Блин, вот это мина, бро, это нечто. И фигачишься ты, грубо говоря, прям по этим зонам. Вот, смотри. В данный момент, да, я без фениксов. И это все. Я уже просаживаюсь по хп. Уже просаживаюсь по хп. Беспредел. Вот эта винтовочка, она эпична. А, она эпична. Вот в таких шикарных ящичках ты можешь получить все-все-все-все на свете вообще. Смотри сам, как действовать тебе с капканами. Я рекомендую тебе вот так действовать с капканами. Почему? Ну, потому что. Вот косяк уже сделал. Надо было сразу горячки открывать. Потому что ты в него можешь наступить и досвидос тебе будет, да? Когда будешь убегать от каких-нибудь бомжей. Что такое мина, блин? Сейчас покажу, что такое мина. Мину можно вот так распаковывать. Распаковывать. Соответственно, если ты без обнаружителя, держи всегда фулл жизни. Будет все нормально. Очень много комментариев, да? Конечно, в таком супершмоте там. Па-па-па-па-па-па-па-па. Блин, друзья. Я вот сливаюсь. Что в супершмоте, что ли? Я уже слился здесь три раза. Причем, да, я потерял рюкзаки, не рюкзаки. Это, конечно, косяк был. Не иди сюда в хорошем рюкзаке. Постарайся как-то уместить все в своем инвентаре. Совнарюкзачком. Не надо топ брать, бро. После нескольких зачисток бери топ. А поначалу нет, не надо. Так, коготь-бродяжник. Блин, ну вот этих пацанов. Не надо торопиться, ну и не надо тупить, да? Бафы действуют на очень короткое время. Слушай, ну ты видел, да, начало? Без феникса можно? Можно. Ну я сколько прихожу сюда? Можно. Но это такой отстой в том плане, что столько заморочек лишних без феникса. Ё-моё. Прям вообще мрак. Нам и так есть о чем думать. У нас тут ехидно, не ехидно. Куча это тоже, да, все с ивента. Бом, штурель, блин. Короче, тут как бы нельзя торопиться, но в тот же момент надо и резво соображать, да? Ну вот в данный момент, ну куда бежать? Мне надо отъесться, да? Спокойненько отъедаемся, потом идем дальше. Но при этом, да, торопимся. Вот у меня исчез, да, этот обнаружитель мин. Все, только с полной жизнью ходим. Наша задача с тобой. Оп, хороший ящик, да? Да, конечно, если ты пойдешь без-без-без, да, никакую дополнительную броню не бери. Посмотри, у меня сколько брони осталось. Я забыл ее выложить, бро. Я забыл ее выложить, это бред. Не надо тут два комплекта. Один комплект, на сколько хватит, столько проходи. Ладно, придется вот так сделать. Насколько хватит тебе одного комплекта, проходи, постоянно проверяй броню, да, как у тебя дела там с ней вообще обстоят. И все будет в порядке. Да, стоять, что ты берешь-то? Вот он, красавчик-пилот. Наде... Вот они, вот они, вот они, вот они. Зеро, зеро. Это самые жесткие ребята вообще. Они эпически, бомбически, фантастические. Фу, блин. Эти... Эти ребята, это просто фантастика, а не мужчины. Я думаю, не надо объяснять... Так, что это... Не надо тебе... Не надо тебе объяснять, что такое обилки. Обилки это дичь. У меня послетали кучи-кучи-кучи всяких крутых эффектов. Давай, иди сюда, труп. Что делает теневое оружие, да? Посмотри, в чем фишка. Почему вообще вот такой вот косяк сейчас мог произойти, и я мог вообще откиснуть? Послетали все нафиг эффекты, да? Беда, беда, согласен с тобой. Можно ли вообще без вот этого теневого оружия? Можно, если осторожно, блин. Но сложно. Без расходников точно не канает. Поэтому я не знаю как-то. По фарме голду. Каждый час, да, дают ящик. Там тоже голда. А к батлу вот с этими бомжами готовься вообще как к последнему бою. Вот в данный момент эти бомжи сейчас будут. Я буду использовать вот такие всякие вещи. Можно ли ими бомбануть вот этих бомжей? Можно, а что нет? Да, стоять, 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 друг. Бежим, бежим. Что за фигня происходит-то? Отобилок, уворачивайся. Это беспредел, что творят обилки. Феникса прожимаем постоянно. Меняем нафиг таргет. Надо убить вначале того, что послабее. Вот этого бомжа последнего, бей последнего. Ну понятно, что очечи много дают за этих бомжей, да? Если у тебя есть всякие сюрпризы, не сюрпризы, бери их, блин. Здесь самый самокат вообще канает это все. Отводим. Нафига я его отвожу? Во-первых, заметь, да? У меня есть время хоть что-то побегать, как-то подумать. Во-вторых, ну самое главное, я могу убежать. Я могу убежать. Я тебе рекомендую эту фишку, бро. Если увидишь трех пацанов, которые на тебя бегут во всем теневом, просто беги. Беги со страшной силой. Ты видел, да, 125 очечек, которые подогнали? Бесит эта тряпка вообще. Есть тут такая фишка. Бесит эти тряпочки. Давай вот так вот скинем их. Фениксов, если ты идешь в обычном шмоте с обычным оружием, надо достаточно много. Это ты уже сам увидел. Чем фигово вот это вот оружие? Скорость бега, блин, фантастическая. Наша задача спасти пилота и убежать. Вот в этих ящиках ты видел что, да? Мина не убивает, но отнимает вообще эпически, бомбически. Это понятно. Не добрал я фениксов, поэтому я сейчас буду, конечно, спас использовать, иначе я откисну. Что за дела? А почему? Черт, их много. Давай чуть-чуть отбежим, если их много. Лучше с первых боев используй вот эту штуку. Если у тебя немного этих дротиков, да? Чтобы ДПС-ПС просто скинуть. Этого можно уже... Когда остается один парень, тогда, конечно, можно уже использовать что-нибудь такое, не теневое, да? То есть самое главное ДПС снимать. Просто у меня вообще в целом очень мало этих фениксов. Так. Мы для начала с тобой бежим нафиг на выход. Потому что, скорее всего, фиг, я не пройду сейчас задание. Не дожал я фениксов. Не дожал я фениксов, поэтому бежим, бро. Вот так вот. Вот так вот. К дырочке подходить надо спереди. Эх! Да. Надеюсь, тебе понравится этот ролик. Все как есть. Фениксов не дожал. У меня не было даже двух стаков, да? С двумя стаками можно вывезти. Без теневого оружия можно вывозить. Ну, просто готовься покруче. Вообще, задача, конечно, это выполнить задание, либо уйти живым. Ты не представляешь. Я второй раз уже умер. Вот в эту дырень зайти не смог. Второй, блин, беда и трагедия. Но я все-таки рад. Ну что? Открываем. Вот это те самые шикарные хозмаговские ящички. В них что? В них все, что нам с тобой надо. В них, значит... В них, в них, в них. Броня. В них. Да? Причем топ. В них феникс. Опять же, это хозмаг, бро. Это хозмаг. Почему я и говорю? Надо бомбить хозмаг. Ну, вот эта вот винтовочка... Нет, это не то. Надо седьмой играть. Седьмой еще можно бодаться. Вот. Вот это уже неплохая винтовочка. Вот это уже неплохая. Вот что дает тебе хозмаг. Хозмаг, он всегда эпичен, я говорил. Фантастичен, эпичен, да? Это прям вообще беспредел и маленькая тележка. Хозмаг надо нагибать, бро. Я, конечно, собираюсь сейчас мстить. Вот. Вот этот вот дробаш. Блин, могу тебе его порекомендовать. Он хорош. После того, как нам замедлили скорость бега, да? Это прям вообще отвратительно, кстати. Короче, фигово с винтовочкой. С винтовочкой можно добивать, когда последний бомж остался. Бинтики, как ты уже понял, тоже имеют жизнь. И они там очень даже нужны. Так, так, так. Что мы оделись? Все, мы фулл шмот одели. Это красиво. Этого хватит для того, чтобы выполнить одну миссию. Ну, как повезет, как повезет, да? Ты сейчас видел, как все было. В общем, удачи тебе в аномальной зоне. Да, она жесткая, она беспредельная. В лотерею играет только на оружие. Ты видел, что творит оружие. Будет оружие. Вот такой топ-сет. И фениксы. И все. И ты победишь. Ну, не трать оружие на чё попало. Только на гребаных теневых бомжей, да? И тогда можно зачищать аномальную зону. А чё нет? Ну, можно и на простой локации бомбить хорошо очочки. Друзья, еще раз поздравляю всех победителей. Бро, присоединяйся к каналу. Подписывайся. Участвуй в розыгрышах. Это был не последний розыгрыш. Впереди еще очень много. Ну, и, конечно, оцени ролик луксом. А я пойду сейчас мстить. Конечно. Конечно, я пойду мстить сейчас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok